хуй знает вообще что это я не знаю всем привет с вами алишер садыков мы находимся в бордшопе сквот и сегодня мы поговорим про новую коллекцию лакай прежде чем мы начнем обзор на кеды лакай разыграем футболку дики с которой мы обещали разыграть в одном из прошлых роликов так заходим на youtube находим канал сквот бордшоп виде видео про дикис копируем ссылку заходим в рандомайзер вставляем ссылку так вот он нам загрузил сквот бордшоп история бренда дикис загрузить вот ваши комментарии выбираем случайный и так победить победил стрит пати человек с ником стрит пати обратись в группу вконтакте сквот бордшоп напишу дав личные сообщения мы с тобой свяжемся и отправим новую футболку дикис полу ботинки спортивного дизайна начнем вот с этого полу ботинка спортивного дизайна про модели гриффина гесса кстати он катается за герл и у него нет там про модели лака и уже есть тут написано стопроцентная кожа сверху так в общем тут написано что стопроцентная кожа но мне кажется это замша вот черная замша ботинок такой крепенький вот если вы любите когда ботинок четко держит форму ноги не такой как бы прям мягкий мягкий вот то это ваш вариант вот стелька классическая лакай вот прям самая сам обычная стелька вот вулканизированная подошва если вы знаете что это значит я вас поздравляю если нет то гуглите чуваки потому что я сам еще не до конца понял но в общем вулканизированная подошва ваша пушка выбор чемпиона следующий полу ботинок спортивного дизайна модели кембридж тоже достаточно твердо и думаю даже потверже чем предыдущие значит тут язычок прикреплен на резинке то есть когда вы одеваете кет у вас не будет западать язычок будет похоже немножко по ощущениям мне кажется на слепоны вот хотя я еще не тестил стелька тут чуть-чуть мне кажется помягче в таких я катался чуть она из другого материала не знаю что это материал мне кажется она помягче подошва тоже на вулкане что тут еще интересного сбоку есть сеточка такая такой щенка вот не лучше продуваются вот но это не точно реально похоже больше прям это действительно спортивный дизайн какая-то строчка тут не знаю мне кажется просто для дизайна сеточка что продувалась видимо вот собственно вот такие кеды времен так смотрим на следующий полу ботинок спортивного дизайна модель называется фремонт проверю фремонт тоже вулканизированная подошва чем отличается эти кеды от остальных он идет на самом деле внутри цельный как носок то есть там нет никаких вообще внутри зазоров очень мягкие во первых ботинки то есть они абсолютно новый и сразу уже гнутся вовсе во все стороны то есть я мне кажется это самые мягкие ботинки из всех которые сейчас есть из новой коллекции мне кстати вот такие нравятся больше всего когда ты одел кед как носок и все это его и у их почти не нужно раскатывать можно просто идти и сразу гасить при условии если вы не любите кеды парк пожестче вот уж таких людей знаю вот значит они тоже спереди по бокам с дырочками думаю чтобы пруду все это дело продувалась материал внутри приятный стелька как предыдущих кедах тоже классическая ничего супер сверхъестественного обычная стелечка эти кеды я обязательно возьму и я думаю мы снимем обзор какой-нибудь до и после катания вот то есть пока вот эти кеды мне больше всего нравится из новой коллекции на ощупь значит следующие следующий полу ботинок спортивного дизайна это слепоны про модели рили холка я катался в предыдущей модели где была коллаборация с independent на них уже вроде был обзор но я думаю они сильно не отличаются по качеству немножко жестковатый то есть если опять-таки вы любите ботинок более плотный он вам подойдет но плюс слепоны в том что они сто процентов раскатываются и становятся мягкими вот слепоны мне тоже нравится то есть чаще всего я катался вот в слепонах рили холка коллаборация с independent есть сверху отделение для шнурков то что есть не на всех слепонах я думаю круче всего начались снять шнурки и кататься без шнурков либо ходить них так потом когда вы их разносите в чем минус главный слепонов то что если вы берете под свой размер и кед разнашивается на пол размера нога в ботинки начинает шататься и вы ничего не можете с этим сделать на обычных слепонах но у этих лакаев и шнурочки вы потом через пару недель просто вставляете шнурки затягивайте их и кед дальше сидит плотно на вашей ноге вот в принципе хороший ход плюс выглядят тоже необычно вот выбор тоже такой хороший как всегда узорчатая подошва который обеспечивает вам самую лучшую сцепкой с доской так еще посмотрим стельку стелька как во всех предыдущих ботинках вот такая снизу она немножко волнами я думаю это волнистая стелечка значит снизу возможно что чтобы при соприкосновении с землей вас был какой-то воздух под ней ладно самом деле эти все не имеет никакого смысла просто скажу что здесь обычная стелька как в предыдущих ботинках к достаточно приятная слегка мягко вот так переходим к последней модели из новой коллекции это манчестер лакай манчестер это перевыпуск от одних из самых первых кет лакай и у них подошвы не вулканизированная капсульная то есть цельный кусок подошвы так давайте проверим его на гибкость такие твердые кеды это кстати кожные кеды в общем пом когда был малой нет достаточно жесткий ботинок как мне кажется раньше любили мне кажется раньше было больше жестких таких ботинок вот хотя я не уверен что еще тут сказать интересно давайте посмотрим стельку по классике а стелька у нас стелька в этих кедах отличается немножко ведь она снизу без этих волн как везде чуть-чуть она потверже мне кажется это модель больше для ходьбы вот то есть может кому-то нравится как кожаные кожи цепляет по-другому вот в отличие от замши вот я просто привык к замшевым кедом если одену кожаный у меня не будет получаться так вот трюки делать но я видел ребят которые очень круто в кожаных кроссовках катаются вот то есть если вам нравится кожа вот я думаю вам подойдут эти кеды но мне кажется так как это переиздание с одной из самых первой модели думаю они просто решили немножко по ностальгировать и в них походить вспомнить было и вот поэтому из тут есть настоящий олдфаги которые помнят эту модель вот то это для вас сделано вот это был последний последний полуботинок спортивного дизайна давайте разыграем модель которая понравилась больше всего фремонт это которая внутри абсолютно цельная как носок которые самые мягкие чтобы принять участие в конкурсе вам нужно выложить этот видос у себя на страничке вконтакте чтобы мы вас потом могли найти оставьте комментарий на ю-тубе с и ссылку в комментарии на свою страницу вконтакте также вы должны быть подписаны на на страничку сквот борт шоп в ю-тубе по ну поставить лайк там все дела и один из вас счастливчиков получит новую пару лакаев всем пока с вами был элишер садыков и магазин сквот борт шоп увидимся с вами на споте и 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